Приветствуем всех, уважаемые зрители! Мы продолжаем наше путешествие. От Сулакского каньона мы плавно переходим к следующей локации. Это феерическое место Дагестана. Это место знаменитое, потому что сюда приезжают на отдых с детьми, даже сами дагестанцы, на целый день. Это локация, туристическая база, глав рыба. Здесь можно остановиться, здесь можно полюбоваться красотами, здесь можно просто пообедать, погулять, посмотреть знаменитое форелевое хозяйство. А наверху сделано все для семейного отдыха. То есть аллеи, чудесный аквапарк для детей, просто парк с развлечениями. Здесь есть лошади, катание на лошадях, пожалуйста. Есть зоопарк для деток, аквапарк. Есть зиплайн и небольшой зоопарк, где звери, конечно, в клетках, но детям очень нравится. А звери разные тигры, львы, медведи. Вход, конечно, платный. Ну и само, конечно, форелевое хозяйство, где смотрим на форель, на огромных даже осетров, а рядом прекрасный вид на тагестанские горы. Вот Олежка у нас нашел родничок, прудик, в котором радужная золотистая форель. Смотрите, плавает и обычная форель, и снимает под водой. Замечательные съемки на память. А сама рыба, которую подают в прекрасном ресторане, она находится под сетками, вот по мосткам, по которым мы будем потом гулять. Вход небольшой, за символическую плату 50 рублей. Можно купить также корм для рыбок, там их покормить. В этом водоеме также будут плавать утки, лебеди, можно также их покормить. То есть народ гуляет, развлекается. Далее проголодались у нас на одной стороне ресторан, на другой стороне вы переходите и видите столовую. Обслуживание очень вкусное. В ресторане подают ханплов и форель. В столовой попроще, но тоже все очень вкусно. Живая очередь. Не знаю, как они успевают там всех обслуживать, потому что в выходные дни народу очень много гуляет. Вот, пожалуйста, перед вами осетр. Не знаю, видно ли под сеткой. В этом небольшом таком месте три огромных осетра. Правда, мы не поняли, у них почему-то сверху обрезаны вот эти их большие плавники. Вот, пожалуйста, лебедь красавец. Мы гуляем по мосткам, а он плавает рядышком. Уточки с утятами. Чудесное времяпрепровождение для детей. Да для взрослых тоже, разумеется. Такая красота, где вы еще увидите, где вы еще посидите, расслабитесь, отдохнете, вкусно пообкушаете, попьете родниковой воды. То есть это место, конечно, не дешевое, раскрученное. То есть процветание Дагестана будет. Здесь все сделано для людей, поэтому сюда приехать нужно обязательно. Вот смотрите, колесо обозрения. Далее мы поднимаемся вверх, и там прекрасная сейчас будет аллея с всевозможными розами, такими чудесными цветами. Вот, ну просто, ну просто. Тут все виды роз. Все виды роз здесь представлены. Я немножко поснимала, может быть, не очень качественно, но мне хотелось заснять эту красоту. И мы продолжаем двигаться дальше, к следующей локации своего путешествия. Мы покидаем это прекрасное место. Да, не сказала, здесь даже есть домики для отдыха. То есть можно остановиться на ночь, провести здесь несколько дней. Поэтому, ну всем советую. Мы были в восторге от этого места. Особенно кто любит рыбу, вообще советую. И вкусно готовят, разумеется. Вкусно готовят, и все очень красиво. Вот прудик Олежка решил здесь еще остановиться. Покормить, наверное, уточек. Дальше продолжаем двигаться. Вот он меня снимает на память с березками и ромашками. Вот мы уходим. Всем пока!